привет друзья вы смотрите банально это вы с вами turbo и сегодня мы с вами начнем играть в игрушку которая называется game dev studio я когда-то очень давно так сказать на заре на заре и не знают правильно сказать на заре но в общем на начале своей так сказать youtube карьеры снимал подобные игры где нужно делать игры то есть я я оба тут и блин я короче играл в играх которых нужно делать игры это очень странно но это прикольно я люблю такие жанры друзья и тут так сказать попалась не такая игра game dev game dev studio на вы кстати от русского разработчика если я не ошибаюсь в общем я думаю что можно посмотреть на эту игрушку я думаю чтобы тут прикольно сделано менюшка мне уже это нравится то здесь у нас выйти из игры загрузить игру начать новую игру титры открыть настройки и модификации всякие различные начнем новую игру я думаю что мы что мы с вами сначала наверное пройдем обучение в этой серии и немножко найти начнем новую игру давайте давайте обучение ого здесь прям внешность можно менять можно сделать мужчину-женщину и умыш очень таки черные страшные так ладно черты лица давайте выберем какой-нибудь красавчика вот это смотрите вот это вот улыбающийся веселый мужчина можно поменять цвет волос не очень много выбора давайте вот такие какие-то зеленые но это типа блондин а какие веселую прическу вот давайте у нас такой знаете молодой панка образный разработчик игр то есть знаете такое новая школа новая школа игр ну такая модная борода естественно блин а так уже смотри так он уже похож на какого-то хипстера давайте у нас будет такой хипстер блин куча бра смотрится и блин вроде как пиксельная графика тут миллион вариант просто бровей можно выбрать дайте такие суровые брови так глаза даже разные глаза на какие были что-то не помню он давать такие с ним зеленый кстати давайте думаю можно даже зеленый и оставить зеленый тоже нормально цвет кожи оставим обычный футболка футболка рубашка давайте во вообще тут тупо чисто такой хипстер черты можно кстати выбрать вот это кстати круто гиперактивный перфекционист красноречия давать он будет гиперактивный и красноречие интересы о вот это было кстати вот это реально круто то есть здесь можно прям персонажа настроить и в других играх которых я играл такого вообще не было огнестрельное оружие боевые искусства милсим милсим а милитари симулятор я понял типа военный симулятор паркур охота фотографирование публичные выступления так как он у нас хипстер давайте мы будем отыгрывать хипстера у нас любит фотографировать и и давайте ну так как у нас все-таки гоночник ну не гоночно большей степени канал связан с автомобилями различными давайте тогда автогонки у нас еще будет любить так атрибуты интеллект виденье харизма и скорость него во первых у него большая харизма потому что ну он у нас такой пацан интеллект немножко мы добавим он не очень много интеллектами будет так видение тоже давайте на четверочку и скорость на двоечку этому так будет нормально и можно еще способности до выбрать это понял здесь одну из способность или нет тестирование программирование графика звук концепция командная работа письмо это сценарий до управление и разработка а или него изначально все по двадцатому уровню но видимо до подтвердить и начать игру блин ребят пока что мне очень нравится о названии студии так давайте назовем нашу студию не знаю всегда в подобных играх называл умрызать по-русски но обычно меня до сих поршни до конца вызову я серьезно в шоке от того что еще не до конца вызовем ну да ладно обычно я называл студию вот так вот банал банал games банал games типа банальные игры подтвердить название студии вы верну что хотите так назвать студию вы сможете переименовать и позже к сожалению мы не сможем ну да я я принципе готов к этому добро пожаловать это обучение научит вас основам строительства и заполнению простых служебных помещений которые могут у вас которые могут у вас сложиться ничего не понял она офис без рабочих мест просто просто пустое бесполезное пространство давайте это исправим давайте так собственности соперники расширить офис а первое давайте разместим пару рабочих мест поскольку мы не хотим чтобы разработчики мирового класса сидели за полу с блокнотами в руках и делали заметки с рисунками окей офисное рабочее место так давайте рабочее место здесь у нас вход я так понял а можно как-то повернуть вот правая кнопка я думаю что это это типа туалет или что поэтому так вот рядом с туалетом нормально будет 1 рабочее место 2 рабочее место а сколько нам надо 7 оси 3 4 5 6 7 так все вроде бы я я же все сделаешь надо давайте что 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 еще надо что-то меня еще требуется задачи так это не надо ваш офис путь я построил дальше 7 действующих рабочих мест ну почему я не могу нажать время что что ребята у меня уже проблемы навсегда проблемы с самого начала что надо что-то нажать рабочее место ну а чё они не строится то не понял что ребят что что за проблемы у туба всегда какие-то проблемы что вот это такое почему восклицательный знак рабочее место а освещение нужно а почему не сразу пройти не сказали окей давайте освещение лампа давайте вот тут вот лампу и вот тут вот лампа во пошла работа стол построить туалет окей строим туалет я думаю вот это надо стать и удалить вот это мы сейчас удалим так нажимаем сюда я смогу я же кнопку удалить да вот вот это мы режим постройки разрушения предметов вот рабочее место можно его продать ну а давайте мы его сюда просто хочу вот там вот туалет сделал давайте дальше нам и на всякий случай просто поставим пока сюда чтобы она была у нас здесь так нам нужен туалет туалет это что это туалет или нет мне кажется это туалет так будет нормально чем не хватает туалетная бумага и умывальник нифига себе я шо все взять и за всем этим должен следить умывальник так и туалетная бумага еще должен повесить совсем с ума сошли так и ну и лампу туда естественно нужно засунуть так нет не сюда я бы не чувствую как будто я играю в какой-то sims лампа в туалете все четко что нам дальше надо свой поставить туалет я построил туалет а им не хватает вот этого освещения ok давайте еще дождите как-то как-то не хватает им этого освещения в туалете ци целой лампочки дождите окей может ее можно что ее можно перенести так прямо над унитазом сделаем во теперь это нормально водяной кулер окей принял понял принято тихо ты а водяной кулер расширить офис водяной кулер водяной кулер это наверное где пищи до водяной кулер я думаю что можно поставить вот так вот перед то есть попил пописал нормально это тоже освещение не хватает вот блин сколько нужно светом он свет дешевый потому что о лично разработчики игр это обычные люди по средствами а я раньше времени все построил я уже построил туалет и раздачу к воды я тоже построил я все я все сделал раньше времени пацаны ваш офис теперь настроен отлично офисы могут быть оборудованы кухнями различными объектами с комфортом так что ваши сотрудник теряет мотивацию медленно остается в офисе дольше вот это круто некоторые офисы могут расширены как раз нужно будет расширить существующее здание на пару рабочих мест дешевле чем покупка нового здания в расцовом столь необходимые офисные помещения это интересно а как это сделать так подождите собственность расширить офис а просто так нажимаем стопа и расширю за стать прикольно стопа удобно сайт что не надо там удалять стену если такой просто расширяешь так вот это хорошо сделано расширение это одно но совершенно новый офис это совсем другой новое здание будет стоить намного дороже чем просто расширить существующий таким образом вы получите тонну дополнительного пространства ой как как близко даже наступа на соседней улице тупого соседи покупаем новую до 130 тысяч но это пока ребят не наши бабки мы просто пока что тренируемся это все что я хотел тебе показать учитывая эти основы остальное зависит от тебя вам нужно максимально эффективно размещать вес и вещи в своих офисах лавала понял название офиса 2 офис ну пока давайте так оставим потом новую игру начнем выйти из режима построек лан с таким уйти кого пришло время нанять парочку сотрудников чтобы учиться нанимать сотрудников вам нужно нанять людей из разных профессий поскольку разработчики игр не являются чудотворцами у каждого есть своя специальность которой они справляются лучше всего вперед нами каждого по одному так работники нанять людей так ищущие работы анти сальминен святослав невский глеб попов роман богомолов смотрите нам доступны только чуваки со всякими финскими фамилиями русскими фамилиями они там есть всякие американцы так давайте больше набирать русских наверно мастер на все руки вот есть у нас давайте давайте вот сальминена наймем добрый святослава невского наймем глеба попова романа богомолова пека хейкинен чтобы не скучно было нашему другу антон борису дизайнер дизайнер у нас уже есть слон звукорежиссер инженер программист все вроде все вынимать высадить а уже не могу хорошо а дожди к вам не надо вам подвижу где вы можете убедиться если так подождите как у меня сейчас а задача это было работники я вроде выслал пацанам короче это можем уменьшить а это можем смотрите все здания тупо на одной улице находится мы можем все все покупать они тупо везде рядом находится это очень странно кстати странно так окей ладно увеличимся подумайте о нанятии менеджера чтобы увеличить скорую скорость уже будет проект вообще не могу блин play ставить не понял сотрудники я не понял камня за задание отече ты зову отправить предложение работы для инженер программист инженер программист вот они то смотрю инженер программист инженер программист вот поскольку у вас кончились бы рабочие места а нужно еще одно рабочее место давайте еще одно рабочее место что построим быстренько так рабочее место вот она оба так и свет нужно еще подождите это там мало света пацанам душа вход застроен понял так там вход за значит мы его сейчас должны перенести опа опа давайте вот так вот четко туда сейчас света добавим все четко так и теперь нужно инженера программиста вот он выслать предложение четко четко друзья мы справляемся пока что со всем что нам задают не без греха не без труда но покажет все более-менее нормально только потому что это отправим предложение с работы не значит они примут его твоя репутация финансовая ситуация играет роль в том примут в ваш предложение или ребят пока что мне эта игрушка нравится больше чем такие геймдев тайкуны вот другие короче игры покажет он не очень нравится анти сальминант принял ваше предложение святослав невский принял глеб попов принял роман богомолов пикахай так это все приняли отлично замечательно больше людей значит работа над проектами будет закончена быстрее так как твои разработчики будут разделять задачи между собой всегда держите свои финансы в виду когда нанимаете новых людей сотрудникам необходимо платить они будут уходить от вас если вы не сможете позволить себе их услуги а где у меня бабки что-то не заметим бабки теперь мы наконец-то добираемся до мяса и костей этой отрасли разработка игр сначала тебе нужно будет приобрести игровой движок что означает либо сделать один либо купить а вот мне миллион восемьсот пятьдесят тысяч так движки даже я хочу купить могу купить создать дать ему движок даже не докупить или или окупить или создать я купил лучше задавать не хочу мешки а вот наверно вот туда купить могу до origin engine game pro engine кокос 3d engine интересно есть какой-нибудь может чтобы название были настоящий надеюсь что есть даже не знаю какой мы у нас с этим 1988 год я смотрю давайте купим game pro engine а двигателем на складе вы можете начать работу над игрой на есть много вещей которые влияют на успех ваши игры но выбор каждой отдельной функции под солнцем не является одной из них выбор множество функций для ваших игр необходим только для игры который вы извините будет продаваться по высокой цене так игры новая игра ой блин название игры давайте тематику пока что у нас только две тематики доступны дайте фэнтези жанр приключения движок game pro engine цена блин достаточно прикольно можно цену назначать вот это очень круто так игра для всех на пк популярность команда наша студия полная игра давайте за за 5 баксов такой дешевая игрушка так фэнтези приключения давайте чисто называемые приключения turbo в любом случае ребят если вам понравится эта игрушка то следующей серии как мы все заново начнем потому что это у нас обучение там все за ну так от первого лица третьего лица давайте от третьего лица сделаем сюжет линейная история эти линейная история глубоко так это мы не будем а диалоги диалоги не будем даже делать нафиг они нужны базовый дизайн мира хотя систему разговоров давайте ладно сделаем частично звучит нет а за персонажа озвучивать не будем так игровой процесс грамм и свой совет и подсказки сделаем точный боевое искусство жажда игол давать точно боевое искусство что графики стилизованная графика реалистичных давайте стилизованную сделаем аудио 8 битные звуки вот так вот 2000 все лишь начать разработку а процесс разработки игр разделен на три этапа концепты дизайн разработка и полировка первые два этапа является обязательными а полировка может быть полностью пропущена если хотите однако большинство случаев пропускает а полировки похоже на подписание смертного приказ приговора за успех вашей игры корява геймплей без численной ошибки не предвнесут ничего хорошего продажам игры понятно учение turbo play наши пацаны пошли работать для попов уже мой любимчик у можно приближать как хочешь ты мужики тут ходят так репутация предпочтение давайте-ка мы пока увеличим вот работа над игрой идет наши пацаны работы так вода у них есть и может под подвинуть блин пока что ребята игрушка мне прям заходит кажется игрука игрушка мне прям вообще очень заходит теперь когда игра вступила в стадию полировки то возможно хотел бы обратиться в фирму контроль и качество для своей игры или протестировать его самостоятельно андро кайс чтобы это вашу игру на хотя шипы как вы еще работать над нет и сын игры по самому усмотрению потребуются сотрудники перенаправляли свои усилия на это вместо того чтобы работать над игрой а это означает что время потеряно на вещах которые могли быть потрачены на работу на самой игрой эй босс наша игра приключения turbo готова для выпуска на данный момент мы игру полируем но это не обязательно можем ее выпустить такой какой она есть не хочу под полировать на 1 а уго начать как и анонсировать игру блин круто ребят давайте начать как и контроль качества к нам качество это процесс обширного тестирования продукта 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 но вот вот такие кстати ошибки да вот у тебя не продукта продукта то что написано это значит то что игру переводили вручную а возможно она изначально было ну в общем в любом случае это плюс потому что значит что игра ну игра качественно качественно переведена но вот продукт к дорогие разработчики если вы вдруг смотрите это видео нужно продукт к заменить на продукта это продукт к мне тоже нравится слов так хотите да давайте заплатить 10000 давайте крутить полируем нашу игрушку а фирма контроль качества что вы на ли провела тестирование вашего проекта приключение turbo закончила свою работу вот что они нашли проблемы что-то r1 r0 r1 r2 осталось только ручка это одна проблема сейчас мы вот это думаю время дойдет до конца все игра готова игра закончена этом то вы можете бы выпустить либо продлить период работы сотрудникам еще больше полировать а давайте сразу выпустим выпустить игру эй босс вы можете выпустить причине turbo с текущим ценником все что за нас слишком занижена для игр с таких рад с таким размахом давай подумай блин глеб попов хороший чел он сейчас будет короче разбираться какая цена больше подойдет для нашей для нашей игры блин плюс не можно болтать не давай поговорим позже дружище поговорим позже так мне блин звонят на телефону я не могу сейчас ответить потому что я записываю видео так давайте-ка дальше исследование цены сейчас он исследует цену так и босс я закончил свой след на счет цены 999 окей давайте тогда поговорим позже давайте где а можно поменять цену сменится не давайте 999 поставим все и выпустим игру игра была выпущена твоя работа здесь закончен откуда вы знаете плохая игра или нет отзывы конечно так давайте отзывы посмотрим он тут с эти отзывы походу так продажи я смотрю идут мега выпустили новую приставку origin так дожди давайте-ка паузу поставим давайте почитаем обзоры 7 из 10 и все же кровь не взгляд на то что ваша игра сделана правильно и неправильно хороший сочетание жанна тематика так это все значит будет объяснить так все друзья мы закончили закончили обучение поэтому друзья вам игра понравилось ставьте лайки подписывайтесь на канал если будет нормальное количество лайков просмотров комментариях то в следующей серии я начну как бы создам новую студию начнем более сложном режиме то есть все как надо все по мужски сделаем нашу студию будем разрабатывать крутые игры друзья подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии тогда новая серия по геймдэйв студию и заставит себя долго ждать